В поселке Кызылжар Бухаржираусского района единственная школа нуждается в капитальном ремонте. Сгнивший пол, ветхие стены, дырявая крыша. На полу и по стенам расползается грибок. Учиться здесь невозможно. В один голос твердят родители, требуя срочного ремонта. Но, к сожалению, реакции от властей нет уже два года. Посмотрите, это класс начальной школы. Здесь учатся дети с первого по четвертый класс. Вот как они тут будут учиться. Новый учебный год вовсе не за горами. У меня у самой четыре ребенка. Худа я их поведу? Тут пол весь гнилой, плесень и грибок. Вот-вот школа разрушится, а власти молчат. Два года мучаемся. Никакого толку нет. Невозможно поверить, но еще недавно здесь учились дети. Единственная школа в поселке Кызылжар существует с 1964 года. Численность населения невелика, всего тысяча человек. Поэтому одной школы всегда было достаточно. Беды начались с 2015 года, когда поселок затопило талыми водами. По словам местных жителей, школа тогда около пяти дней простояла в воде. Теперь учебному заведению требуется капитальный ремонт. Но на протяжении двух лет родители и ученики борются с этой проблемой, но от властей реакции нет никакой. Вот два года подряд своими силами пытаемся сделать хоть какой-то ремонт, но все зря. Неоднократно обращались с просьбами в районный Акимат, но реакции нет. Ответ один – денег нет. А как детям учиться? Плесенью и грибком дышать? Из-за сырости, сквозняков и плесени ученики постоянно болеют. Стоит один раз появиться в школе и можно заработать больничный на месяц. Некоторые из школьников до сих пор лежат в больницах и проходят курс восстановления. Власти предлагают в грядущем учебном году запустить специальный автобус, чтобы возить учеников и учителей в соседний поселок. Но родители не согласны. Съел грибок. Это, во-первых. Во-вторых, они дышали всю зиму вот этими грибами. Дети у нас болеют постоянно. Мы не можем понять, что такое у детей постоянный насморк, постоянная отдышка. А теперь мы видим, откуда это все, когда вот это все вскрылось. Мы хотим, чтобы в нашей школе сделали генеральный ремонт. Не просто там косметический, поверхностный. Мы хотим, чтобы сделали капитальный ремонт в наших школах. И не надо нас закрывать, не надо нас отправлять в другие поселки учиться. Моему ребенку 7 лет, он в первый класс ходит. Я его никогда не отпущу на автобусе в соседний поселок. Зимой. Это то гололед, то буран. Кто знает? 8 километров от нас. Ну, там тоже же школа небезразмерная. Разве они могут принять 155 человек наших детей? Не могут. И мы не согласны на это. Мы хотим, чтобы нам сделали ремонт в школе. И не просто так вот замазали нам глаза, а чтобы действительно, как положено. Школа относится к отделу образования. Отдел образования относится. Мы и говорим уже, в тот год был Аким области, Аким района. Руководители отдела образования, руководители управления образования были. Но в тот год, знаете, по Харжировскому районе 15 сельская кровь затопила, правильно? В основном деньги пошли на строительство домов. В тот год мы только на миллион денег выделили. Текущий ремонт здесь был. Подпорку мы поставили. Поэтому я и говорю, в этом году поезда разработаны на 112 миллионов. Сейчас этот поезда должен пройти госэкспертизу. Но госэкспертиза будет месяц или полтора месяца, я не знаю. Потом будут запрашиваться деньги с областного бюджета. Это районный бюджет не осилит. В этом году, смотрите, как сейчас госэкспертиза пройдет, деньги выделит, будет потом конкурс. По словам родителей, отправлять детей в другой поселок опасно, особенно зимой. Ведь никому неизвестно, что произойдет в дороге. Да и в школе поселка Жанаталап не так много мест. Власти гарантируют, что в соседнем поселке будут учиться только средние и старшие классы. Начальные останутся в старой школе. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты данной школы, которая дана на экспертизу. Ну и также закончен будет до конца июля работой по приобретению автобуса для подвоза учащихся на всякий случай. Если ремонт не будет закончен до начала учебного года, то будет приобретен автобус для подвоза в село Жанаталап соседние. Но мы думаем, что осенью все равно сделается все. Пока родители находятся в недоумении, а чиновники в поисках новых идей, ученикам остается ждать и надеяться, что когда-нибудь они смогут полноценно учиться в своей школе.